В экспозиции нашего музея в зале «Фауны моря» можно познакомиться с очень интересным морским беспозвоночным обитателем, называющимся морской уточкой. Уточка – это не птица. Морская уточка – это представитель членистоногих ракообразных, и сегодня науке известно более 300 видов этих древних животных. Морская уточка – это усоногий рачок, и у него есть схожесть с уточкой из-за его строения. Тело состоит из двух частей – кожистой ножки, которая крепко прикрепляется к предметам и к скалам, и костной головки в форме утиного клюва. Отсюда и произошло название уточка. Снаружи тело покрытое звездковым панцирем, который напоминает чем-то раковину, поэтому ее еще часто, но ошибочно, называют моллюском. Мясистый, покрытый чешуйками стебелек, достигает до 5-6 см в длину. Иногда может вырасти до 70 см. На конце толстой ножки имеются антенны-присоски, которые крепятся к субстрату. Морские уточки – это настоящие путешественники, живут практически везде, во всех морях и океанах. Широкая распространенность обусловлена простой и надежной системой передвижения. Однако излюбленные их воды – это тропические, субтропические и умеренно теплые. В основном это колониальные животные, ведут прикрепленный образ жизни на дне, в палубах затонувших кораблей, бревнах. Очень часто селятся они стаями, похожими на цветочные клумбы. А во времена расцвета мореплавания корабли страдали от морских уточек, которые селились на их обшивке и снижали при этом скорость движения судов. В наши дни корабельные днища внешние покрывают особой защитной краской, которая препятствует оседанию морских уточек. Иногда морских уточек можно обнаружить также на предметах, которые выбросил морской прибой. Для своего перемещения они используют акул, рыб, крабов, морских черепах и даже своих сородичей морских желудей, которые в свою очередь живут и путешествуют на китах и других морских млекопитающих. Питаются уточки так же, как устрицы и киты, а именно, они фильтруют воду и пищей для них является планктон, который они захватывают своими лапками, выступающими из известкового панциря и напоминающими усы. Морские уточки – это деликатес. Их с удовольствием едят в Португалии, в Испании, где их ловят специально и продают по цене 300 долларов за килограмм. Часто их называют морскими трюфелями. Промысловая ловля ведется в Марокко, в Португалии и в Испании. А в испанской провинции Галиссии проводится праздник Фиеста де Лос-Персибес. На этом мероприятии готовят морских уточек. Их можно запекать, варить, добавлять в супы. Сваренные на пару, они по вкусу напоминают одновременно и устрицу, и омара. Их можно есть и сырыми, если кто не брезгует. А в честь праздника уточки получили еще одно из названий – Персибес. Чаще всего именно под этим названием этот деликатес можно встретить в меню ресторанов. Это просто кладезь витаминов В1, В2, кальция, йода. И все это при низкой, ниже, чем у устрицы, доли жира. То есть очень диетический продукт. Как и все живое на планете, морская уточка является частью окружающей среды, несет свою пользу и, несомненно, заслуживает внимания ученых из различных областей науки. Необычный внешний вид, большое количество разновидностей, польза для морских обитателей и водной среды. И все это делает ее ценным и незаменимым представителем морской фауны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова